Выставка «Имена» — это галерея масок, абстракций и портретов известных людей золотого и серебряного веков. Художники, написавшие картины, — это дети совершенно разных возрастов. Все работы выполнены в авангардном стиле. Уникальность выставки в том, что дети пишут картины так, как чувствуют, как видят эту тему именно они. Не техника главная, а главная идея, и, как сказал Розанов, стиль — это человек. Я рада, что в каждом ребенке достаточно стильно выразился, каждый ребенок. И как-то они объединены каким-то образом, но в то же время индивидуальность никого тут не пропала, я думаю. Некоторые даже свой уголочек имеют. И, конечно, очень рада за детей, потому что так, как они удивили, выразились, нашли это все, во-первых, поддержали идею, им это было интересно. В истории изобразительного искусства авангард появился на рубеже 19-20 веков и подразумевает под собой отказ от классических канонов, экспериментальность и новаторство. А среди известных представителей такие художники, как Марк Шагал, Василий Кандинский, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо. Самым ярким представителем русского авангарда считается Казимир Малевич. Им вдохновляются и ученики студии «Декор». Мне Малевич очень нравится. Хоть у нас работы разные, стили тоже разные, но он человек интересный. Я и на выставки в Минске ходила, слушала его биографию. Ну, интересный человек. Ребята действительно любят писать картины. Они отмечают, что это искусство обладает успокаивающим воздействием. Ведь садясь за лист бумаги и краски, как будто погружаешься в медитативный сеанс. Все вокруг перестает существовать. Забываются проблемы и заботы. Внимание обращено только на творческий процесс. Когда я рисую, я чувствую, что я успокаиваюсь. Мне это помогает расслабиться и просто интересно провести время. Сотрудники Российского центра науки и культуры, на базе которого проходило мероприятие, были очень рады такому сотрудничеству с творческой молодежью Бреста. Для таких талантливых, юных дарований всегда открыты двери российского центра. Занятие художественным творчеством у детей развивает и память, и наблюдательность, способность достигать своих целей, сосредоточения. И вообще все, что вокруг нас самое прекрасное, это делается творческими людьми. Поэтому творческим людям всегда дорогу даем мы взрослые. В завершение мероприятия всем участникам творческого проекта были торжественно вручены памятные дипломы. Порадовал гостей и музыкальный сюрприз от организаторов – выступление скрипачки Мущук Анны. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ